И снова здравствуйте, всем привет! Итак, продолжаю заготовки делать для следующей сцены. Когда есть много заготовок, потом уже проще выбирать, и как-то уже сидишь, только компонуешь сцену. Значит, что на кордон нужно? Это солдаты проходят, допустим, там строим, потом приехал мастерсон, должен солдат взять лошадей и увезти их куда-нибудь, потом что ещё нужно? Ну, кто-то сидит, кто-то где-то стоит, разговаривает. Ну, создать суету, да, вот этот крупный план один хотя бы. Ну, давайте вот сейчас по простенькому, по прошлым роликам. Как лошади я всё закинул, надеюсь, кто смотрит, уже понятно. Я их залинковал. Так, теперь, значит, вот такой у нас таймлайн. Анимация миксамовская, чтобы время не тратить. То есть, лошади анимации мои, лошади, в принципе, делал перекраску, подгонку, вот эту всю, сёдла, это я и Рик тоже делал сам. За исключением персонажа, ну, в смысле персонажа тоже я делал, но только вот Рик, это миксамовский, который позволяет сэкономить, повторюсь, очень много времени для анимаций. Если заготавливать все анимации, ну, это просто поедет крыша и не захочется больше этим заниматься. Так, давайте сейчас, так, что у нас тут есть. Разведём, уберём полностью вот эти руки. Да, и вот эти вот руки тоже уберём. Так, эта рука, значит, G. Делаем ей R. Перекрутку. Так, тут уже семёрка на нампаде. Да, вот немножко тут уже больше всего, и вот сливается, да, вот эта штука. Ну-ка, если я отключу цвета, в принципе, пойдёт. Так, сильно сжимать пальцы не буду, чтобы именно нормально это всё дело так помещалось, да. Так, ну, как бы так бы. Не, это многоватый вот. Ну, давайте вот так вот сделаем, пропишем и вот эту кисть тоже сделаем G. Можно даже на натяжечку, чтобы, как бы, ну, персонаж ввёл, да, лошадей. Так, что у нас тут с рукой? Побольше перекрутки. И, значит, ну, как бы так бы, да. Вот. На натяжечку, ну, чтобы сильно руки не уходили. Прописываем E. Теперь заходим в Object Mode, и нужно вот этих лошадей, так, вот эту лошадь, давайте подгоним к руке. Так, а ну-ка, отключу вот эту пока видимость, да. Так, раз. В принципе, как бы, чтобы сразу попасть, да. Так, есть такое дело. И вот этого коня Так, раз. Тоже подтяну поближе. Как говорится, как бы, так бы, да. Так, теперь, значит, нам понадобится рик персонажа. Заходим в Post Mode, и здесь уже R, R, G. Переписываем, значит, какую-нибудь руку. Так, это R. Ну, если акцент не делать на пальце, то, в принципе, что? Нормально будет. Так. Так, теперь еще, что тут у меня получается, видите, да. Персонаж пошел, а рука не пошла. Почему рука не пошла? Потому что у руки локоть куда-то убежал. Его дают. А потому что нужно и локоть удалять. Так. И этот локоть нужно тоже удалить, потому что он будет следовать тоже за анимацией. Так. Тогда ставим на пятый кадр. И смотрим, что у нас имеется. У нас имеется, опять же, кисть руки, которая должна, как бы, подстраиваться под лошадь. Да. вот так вот. Эту вроде он еще держит. А, и на десятом кадре видите, что рука этого персонажа отошла. Нужно ее немножко подкорректировать. так. И вот эта ломка мне, как говорится, не нравится. Как ее можно устранить? Ну, за счет подъема локтя. Так, да. и за счет вот этой сферы локтя. Так, а этот локоть в принципе нормально. Но можно тоже приподнять. А, и прописка. Смотрим, что у нас по руке. Ну, вроде бы все в руках у него. так, пятнадцатый кадр. Так, пятнадцатый кадр. Здесь уже можно, ну, фактически, видите, пока корректируется одна рука. А ну-ка, G. Так, а ну-ка, что у нас тут получается? R. G. G. Вперед. так. И вот тут у нас рука уже должна тоже цеплять вот этого, вот этот повод. Так, R. Ну, вот таким вот образом, да? Делаю, значит, в стиле игр девяностых. Где-то что-то пальцы потом, ну, подкорректирую сейчас попробую, да? Очень не хочется этим заниматься, мелочами вот эти. Тем более, если он будет идти мимо, проходить, и на него не будет делаться акцент, то какие-то детали, я думаю, ну, не столь важно доделывать и тратить. И тратить на них время. Но с другой стороны, с другой стороны, да? То нужно все делать качественно. Ну, так как очень большой объем вот этих работ, это вот, знаете, кажется, что там, ну, что-то скачал, что-то подогнал, но есть еще свои какие-то заморочки, допустим, по персонажу, там вдруг где-то что-то переделать, где-то что-то, какая-то своя анимация. Это все занимает очень много времени, очень много даже. Так, прописка, а, и, и поэтому приходится где-то сочковать, потому что если не сочковать, то здесь должна вот над этой штукой работать целая бригада, Так, вот хоть этого коня дальше ставь, но дает, а, ну, давайте, а, и пропишем пока одного вот этого персонажа, да? Ну, одну руку до конца сейчас допишу, посмотрим, что тут получается. Так, вот так, и, и 30-ый кадр, допустим, чуть-чуть, вот так, раз, а, ну-ка, прописываем, и, и, значит, здесь кисть руки чуть-чуть вдаль можно увести и чуть-чуть подвести сюда. вот, вот, а вот эта часть мне не нравится, вот, делается дергание, вот эти, значит, нужно что сделать? Зайдем, опять же, в object mode, выберем всю эту штуку и отведем этого коня чуть-чуть подальше на вытянутую, да, делаем тут, вот, хотя бы вот на эту часть, выбираем теперь, опять же, лик персонажа и заходим в post mode, заходим, выбираем руку и эту руку сейчас будем полностью одну переписывать, так, 25 кадр, так, опять он что-то у меня конючит, теперь, а ну-ка, если я сделаю вот так и джи подведу ее вот таким вот образом, да, вот так, пропишу ее и где он тут на первом кадре и нужно опять корректировать коня, раз, и можно даже коня, наверное, еще чуть-чуть вперед подать, вот так вот так повторяем и вот такие вот события постоянно где-то что-то не догнало, где-то что-то потянуло, так, значит прописываем полностью кисть руки, так, это а ну-ка, джи попадает прописка следующая попадает следующая так, джи прописка, да, смотрим, чтобы дерганий не было, вот тут уже дергание какое-то появилось, так, теперь на 20-м кадре джи и значит джи вот сюда это дело перетягиваем, так, 15-е удаляем, чтобы почетче попасть на него, да, раз, р, джи описка и 25-й вроде попадает, смотрим 30-й чуть-чуть 30-й корректируем, да, так, тогда этот удаляем и смотрим, что у нас шфд первый должен стать последним, так, находим, где тут находится теперь сфера, и удаляем сфере все анимации, а-ну-ка, а-ну-ка, так, теперь, значит, удаляем какие-то анимации плечу, вот, теперь он мягче будет работать, так, так, но теперь, что у нас не так, а-ну-ка, ну, в принципе, нормально, если теперь выбрать, значит, фаланги пальцев, давайте подсогнем их, допустим, вот эту, вот эту, ну, три пальца, вот эти, выбираем, удаляем все анимации пальцем, и семерка на нампаде, делаем R, почему я удалил анимации полностью вот этим костям, потому что они нам уже не понадобятся, прописка на всю длину этих фалангов нам уже не нужна, мы пишем свои, вот эти тоже все удаляем, R тоже перекручиваем, в принципе, чего, прописываем I, ну, вот теперь они будут держать, за исключением мне вот постоянно мизинец это не нравится, он постоянно что-то там конючит, что-то не так ему, так, теперь, что я хотел еще сделать, ну, давайте сделаем то же самое тут, выбираем три косточки, три фаланги середины, так, семерка на нампаде, и давайте R их подсогнем, так, R чуть докрутим, пропишем I, и вот эту одну фалангу я взял походу не ту, да, ну, да, я взял конечную, оп, ничего, подведем, пропишем I, так, ну, еще два пальца подсогнем, и в следующий раз не будем делать, не буду делать акцент на вот это все дело, так, а ну-ка, раз, два, 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 так, ну, как бы так бы, да, так, приехал, значит, мастерсон, все, здесь у них забрали лошадей, и вот солдат повел, допустим, на конюшню, да, пока они там дела обсудят, поедят, обстановку, обстановку обсудят тоже, так, и все получается, а, так, у лошадей у нас анимация, идет до 35-го кадра, а у бойца до 31-го, поэтому получается вот этот рывок, значит, английская А, выбираем пацана, и делаем ему С, кадры, тянем до 35-го, тогда ставим 35-го так, ставим 34-го, так, сколько у нашего мустанга анимации смотрим, анимации должны быть одинаковые, да, но почему он дергает, так, ставим еще наверное раз, эй, о-о-о, что такое, что, ладно, ставим 35-го, как было, все, пойдет, смотрим, что тут не изменилось, ничего по покадровкам, видео, неезди, много people, 横eno, или 끊 то, то же, то все, как, если Так, вот теперь у лошадей 37, а нашему бойцу нужно тоже С до 37 догнать. Так, а ну-ка, Ctrl-Z, английская А, А, и делаем это. Так, все нормально. Так, есть такой персонаж, но теперь его нужно вот это все дело пустить по пути. Так, сохраню файл save as, это будет конфедерат ведет коней. Ну, вот такая штукенция, да? Думаю, сдалека это будет нормально смотреться. Допустим, мастерсон стоит и этот уходит вдаль. В принципе, в угол куда-нибудь его по прямой пустить. Куда он там пошел, без разницы будет. Главное, чтобы он картинку заполнил. Так, давайте это на главную. Так, теперь что нужно сделать? Смотрите, у меня уже есть заготовленный солдат конфедерат. Строю по пути. Так, вот такую я сделал, значит, анимацию. Ну, как, она миксановская. Ну, вот идет солдафон, да? И смотрите, давайте попробуем здесь сделать какой-нибудь строй солдатов, да? Так, делаем вот так выборку им. Ну, желательно, наверное, так все. И делаем шериф D. Так, главное, чтобы они потом не встретились. Вот вопрос, а то они как начнут толкаться. Так, да? И чуть-чуть, значит, вот этого рядом. И желательно, надо было по прямой пускать. Ну, вот. Так, смотрим. Так, нормально. Много не буду делать солдат. И, значит, семерка на нампаде, единица на нампаде и одного еще шифт D. Это будет по центру идти, как бы вести патруль, да? Давайте его тоже впишем в этот поход. Так, а ну-ка, и как это будет дело выглядеть? Так, тройка на нампаде. Смотрим. Так, вот этот гражданин стоит далеко от этих. Когда идут с троем, надо идти как бы рядом, да? И чуть-чуть его довернуть. Во. Ну, хватит троих, думаю. Если по прямой, можно их потом будет переделать и свободно пустить, допустим, чтобы их много сложили. И вот такая может получиться картина. И они уходят там на дальний план, допустим, где-то вот там вдали они будут. Все, куда-то пошли. Тот повел лошадей, тут мастерсон с генералом. Там флаг развивается. Словом. И потом болтология. Лучше болтологию, наверное, сделать в каком-нибудь кабинете. Вот так было бы хорошо, наверное. Так, и вот теперь лошади есть. Ну, вот солдаты на лошадях едут. Одному можно флаг еще в руку всобачить. Еще сейчас сержантом надо заняться. Ну, словом, вот такая вот заготовка есть. Вот это все дело будет, значит, вброшу в группу. Если кому-то надо, можно с этим делом, значит, поработать что-то тоже. Будем эдакое сделать. Ну, такая штукенция. Я думаю, будет нормально смотреться. Чуть-чуть он у меня сегодня что-то подтупляет. Вот, смотрите, да, на камеру, допустим, они идут. И мимо камеры, раз, видите, заворачивают и уходят. Ну, в принципе, тоже классная история. Может, получится внешний вид, картинка. Все нормально. Осталось теперь это дело за сценарием. Так, дело за сценарием. Это, значит, файл сохранил save as солдат по пути. А это кто будет у нас? Наряд пускай будет, да? Наряд. Еще нужно сделать, значит, солдата одного на вышку, который будет потом, типа, сообщать, что приближаются, значит, эти персонажи. Или хотя бы, ну, пусть смотрят, чтобы двое у ворот должны просто стоять будут. Эти ходить. Ну, короче, я не знаю, вытянет у меня вот эту сцену, значит, этот ноутбук или придется делать просто кусками. Двое у ворот, потом проход. И, короче, ну, будет интересно в следующих роликах. Наверное, попробую это все дело уже, как бы, вписать армию хотя бы туда, да? Так, ну, вот на этом вот такие заготовки. Вроде бы не так пока сложно. Если, конечно, делать махач какой-то там, там уже времени много нужно делать. И желательно делать анимации свои. Все, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok